На этой фотографии любимая многими черемша, на другой – ядовитая чемерица. На первый взгляд человеку, не знающему особенности растений, отличить их сложно. Именно поэтому в Приморье с наступлением весны нередки случаи отравления дикоросами, которые люди ошибочно добавляют в салат, будучи уверенными, что это черемша. Вы покупаете черемшу? Нет, я не покупаю, потому что это опасно покупать, лучше выращивать свою. Сколько отравлений, понимаете, есть такая же похожая на черемшу, но это не черемша, поэтому я не покупаю. Боитесь? Да, боюсь. Чемерица официально занесена в перечень растений, которые содержат психотропные, ядовитые или наркотические вещества. Особенно опасна она для тех, у кого наблюдаются проблемы с сердцем. По словам специалистов, для отравления достаточно одного листа, который попадет в салат. Симптомы появятся буквально спустя час после употребления, а последствия могут быть весьма серьезными, вплоть до летального исхода. Начинается все с тошноты и рвоты, зачастую многократной, которая потом очень быстро сопровождается и с головокружением, слабостью, возможно, год-коременная потеря сознания. Если в этот момент посмотреть работу сердца, то сердце будет биться достаточно редко, может с перебоями. В апреле 2017 года во Владивостоке от дикоросов пострадали уже 4 человека. По статистике, это те люди, кто приобрел черемшу у продавцов, не имеющих сертификатов о проведении ветеринарной экспертизы и других документов, подтверждающих качество и безопасность товара. Правда, торговцы, как правило, продают чемерицу вместо черемши ненамеренно. Они порой и сами не знают, как растение должно выглядеть. Однако, не все такие безответственные. Что это у вас такое продается? Черемша. А почему вы уверены, что это именно черемша? Потому что я знаю, я собирал ее. Вы различаете черемшу? Я знаю. А как вы различаете, чем она отличается? Лист у черемицы, лист он идет такой, как чуть-чуть елочкой. И по разному цвету она с ним другая. Поэтому сразу можно отличить. К слову, безответственному продавцу за продажу опасных дикоросов грозит только административная ответственность. Штраф для индивидуального предпринимателя составит от 30 до 40 тысяч рублей. Для юридического лица от 300 до 600 тысяч. Как правило, Распотребнадзор реагирует на все жалобы горожан и устраивает проверки. Наши рекомендации заключаются только в том, что такую продукцию нужно покупать только в местах организованной торговли, в частности, это розничные рынки. Там в обязательном порядке проводится ветеринарно-санитарная экспертиза. Есть ветеринарно-санитарные лаборатории. Правда, врачи утверждают, что сейчас люди травятся не только от продукции, купленной, что называется, у дороги, а также от той, которую приобретают, казалось бы, в проверенных торговых центрах. Поэтому многие выборы черемши надеются только на себя. Как вы отличаете черемшу от чимерицы? Вкусом и по качеству. Черемша, она совсем привкус другой, лесной, вкусный, природный. А черемица, она придает какой-то, ну, специфический запах совсем другой. К слову, отравление чимерицы – это ежегодная проблема Дальнего Востока. Особенно урожайным на подобное обращение был 2016 год. Тогда, помимо отдельных пострадавших, дважды были зафиксированы даже случаи массового отравления, когда буквально из-за стола в больницу привозили по 10 человек. В ходе расследования распотребнадзор на одном только рынке нашел 7 килограммов чимерицы, которую уничтожили на месте. Ирина Макарецова, Андрей Макаров. Новости на восьмом. Новости на восьмом.